Визовая история, друзья, это очень важное условие для того, чтобы вы получили австралийскую визу. Давайте поговорим об этом вкратце. С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Визовая история это то, чем обычно брезгуют, чем обычно... Что обычно игнорируют, потому что это стоит денег, это стоит времени. А время стоит опять-таки денег. Вы должны оторвать время от своей работы, время от каких-то домашних дел, время отдачи, если хотите. И тратя это время, которое вы тратите деньги, а не зарабатываете, вы находитесь в других странах. И те страны, которые интересны для визовой истории, которые не такие, как Вьетнам, Китайская Народная Республика или, ну не знаю, какая-нибудь Турция или Египет. Страны серьезные, они обычно дороговатые. Туда, кстати, тоже надо хорошо собирать документы. И там, ну не отдохнешь так дешево и так удобно, как в том же Египте или в Турции. Но это делать надо. Мы обсуждали это с моим другом, моим бывшим студентом, но в большей степени, естественно, моим другом Николаем, который говорил, Саша, ну ты же прекрасно помнишь, когда я сюда приехал, а ему было уже достаточно лет на тот момент, лет под 40, так он в этот момент имел огромную визовую историю. У него была и Европа откатана, и Великобритания, и Соединенные Штаты, Япония, и все было. И он это делал не из-за страсти к тому, чтобы посетить другие страны. Это именно здесь считается чем-то очень хорошим. И среди вас, дорогие друзья, это тоже считается, что путешествие, это так хорошо. Вы отрываетесь от места, где живете, вы делаете деньги для других, которые порой этого недостойны, вы смотрите на страны, которым, собственно говоря, особой ценности-то и нет. И вы принимаете вот ту жизнь, которая для вас зачастую губительна, и я не буду говорить про каких-то акул, но солнечные ожоги, неправильное питание, неправильный прием алкоголя, неправильное вообще поведение среди чужих для вас людей, для которых вы просто источник дохода. Но так думает Австралия, так думают австралийские офицеры. И если он видит, что было много поездок, и среди этих поездок есть как минимум Шенген, и, скажем так, Япония, он отнесется к вам лучше. То есть у вас больше шанс получить визу. И опять-таки, обязательно ли это? Нет, конечно, не обязательно, потому что туристическая виза, наличие хороших стран, как я уже сказал, та же самая Европа и Япония, это одно из требований, один из показателей. Если у вас, безусловно, большие деньги, значит, у вас легко проверяемый заработок, ну, работаете на какой-то Роснефть или работаете в администрации на хорошей позиции, работаете в сфере IT, это тоже легко проверить. Соответственно, у вас много легально доработанных денег, то почему бы вам не дать визу, даже если это виза первая в Австралию? Но это не говорит о том, что это не обязательно, это не говорит о том, что это мало нужно, это очень значимо. Если вы не держите бога за бороду, если вы не шлялись по всему миру так часто, то, по крайней мере, в Шенген, когда вы проехали, может быть, не одну, а несколько стран, почему бы этого не сделать, и где вы сделали отметки, Япония, Южная Корея, иногда Южная Корея плюс Япония, надо смотреть. Это говорит офицеру о том, что вам можно сделать один боксик офф, то есть, да, посетили, да, то, что нужно. Япония, она чем хороша? Она не нуждается в оплате визового сбора, и достаточно хорошо дает визы как россиянам, белорусам, так и украинцам. Сейчас, ну, ввиду понятных событий, немножко сложнее все, но, в принципе, возможно. Сейчас говорят, что нужен ГИД. ГИД – это дополнительный заработок для японцев, соответственно, дополнительная денежка в бюджет. Ну, типа, за вами следят, наверное, так это думают японцы. А, по крайней мере, это просто дополнительный своего рода налог. Но если вы попытаетесь избежать этого, если вы попытаетесь не ехать в такие страны, как США, Канада, Австралия, Невзеландия, Япония, в этом случае ваши шансы на получение визы меньше. Безусловно, не стопроцентный отказ, но все-таки процент отказа выше. А, соответственно, если у вас будет уже австралийский один отказ, следующую визу будет получить, ну, достаточно сложно. Как избежать? Ну, ребята, если вы согласны идти на обучение на какую-то супердорогую школу или университет, то да, конечно, наверное, у вас повысятся шансы. И при прочих доказательствах, что вы, допустим, где-то учили английский, где-то вы взяли сертификат какой-то в какой-то языковой школе, в той же самой Москве, да, в любом другом городе, если покажете хорошую работу и деньги на счету, наверное, можно и без этого обойтись. А может быть и нет. Это как скажет, как посмотрит на это офицер. Поэтому постарайтесь все-таки визовую историю сделать. Что касается группы Гагариных, здесь вот в последнее время один из наших новых Гагариных, парень, который хочет сюда приехать. Он, Динар, по-моему, его зовут, он тоже планирует съездить в Японию, и я посоветовал ему, чтобы он обратился к нашим ребятам. И есть такая штука, как группа. Если вы едете коллективом, если у вас образуется своего рода тур, но не через какое-нибудь там турагентство, которые, ну, просто посредники, которые не особенно и заботятся о том, чтобы у вас был успех, если вы просто организуете группу и нанимаете гида, сделаете все через японскую сторону, то, соответственно, у вас на каждого человека денежек будет меньше. Как я понимаю, гид будет уже, стоимость гида будет делиться на всех вас. Наверное, будет немножко дороже размещение, наверное, что-то по билетам не очень выгодное, но в сумме, конечно, это будет намного дешевле. Так что Европа и Япония – это все наше. Нужно ли откатать до этого шенген? Да, я считаю, что нужно, потому что японская виза, она тоже, как я уже сказал, не гарантирована, поэтому постарайтесь откатать шенген, съездить разочек после этого в Японию, и давайте подаваться на Австралию. Маленькая такая ремарка, почему же я все-таки продавливаю туристическую визу? Да нет, я не продавливаю. Как обрадовательный агент я очень хочу, чтобы вы сразу ехали на студенческую визу и были связаны со мной, и никуда от меня не делись. Туристическая виза, она достаточно демократична, то есть вы можете приехать, подумать, а, что-то у Петрова не то, пойду-ка я там в Иванову или Сидорову, и, соответственно, там найду свою будущую судьбу в Австралии. И всегда есть шанс того, что я потеряю вас, как студентов, и, соответственно, сделаю много для того, чтобы вы приехали, но не заработаю на это денег, и более того, получу себе оппонента, потому что студенты чужих агентов – это люди, которые, так же, как и чужие агенты, другие люди, тебя недолюбливают. Есть какая-то такая коллективная группа, групповое чувство, скажем так, оно объединяет студентов и их агентов. А обычно, если уж вас так сильно не кинут, даже если вас кинут, все равно вы не придете ко мне, потому что вы уже меня, собственно говоря, кинули. Поэтому, конечно, я хотел бы вас связать, но, с другой стороны, это не очень порядочно, и более того, туристическая виза в получении все равно будет полегче в студенческой, кроме как, если вы при хороших визовых условиях идете в какие-то дорогие университеты. Это я тоже могу вам организовать, и это делаю, таких ребят у меня достаточное количество, но, представьте, недостаточно, всегда хотелось бы больше. Но мы говорим о мейнстриме, о основном количестве людей, об основной группе людей, которые идут со мной. Это обычно люди небогатые, не желающие себе, как бы, с одной стороны, отказать в Австралии, с другой стороны, не желающие тратить большие деньги. Поэтому туристическая виза, а потом переход с нее на студенческую. Раньше это было невозможно, еще 6-7 лет тому назад у всех ставился 8503 условия No Fuse Estate, то есть без права переподачи на территорию Австралии, и многие это помнят, и мне иногда, мои старожилы, как бы, ребят, которые уже давно здесь живут, говорят, Саша, а что ж ты людей там на турвизу? Вот многие даже не знают, что сейчас можно переподаваться с турвизы на студенческую. Кстати, не гарантированно, что вам не поставят это условие, но шанс крайне маленький. Это раз, а во-вторых, если вы сделаете такую замечательную вещь, как визовую историю с поездкой в Австралию, это будет вообще шикарно. Ну, а насчет того, что сможете ли вы как-то отбить свои деньги, приехав в Австралию, отбить деньги, которые вы потратили на поездку, ну, сразу скажу, сможете. Я думаю, что я по визовой истории ответил на все вопросы. Если еще будут вопросы, задавайте. Подписывайтесь на канал, потому что, ну, 8000 человек – это реально не та цифра, которой этот канал заслуживает. Спасибо.